В конце первого рабочего дня в ней собираешься домой. Входная дверь, через которую ты попал сюда, идет в подсобку, а не на улицу. Пройдя через любой проход, попадаешь в какой-нибудь внутренний коридор. Нет ни одного окна, выходящего наружу. Решаешься узнать, где выход у сторожа. Он показывает рукой на дверь, которая ведет в очередной кабинет. На твое возражение говорит, что, наверное, что-то поменяли за время ремонта. И ни о каком другом выходе он не знает. Ловишь сотрудников посреди пустынных коридоров, задавая им все тот же вопрос. Некоторые отвечают, что не знают, где тут выход. Другие говорят, что сейчас проводят, но каждый раз каким-то образом немного отрываются от тебя и пропадают за углом. Некоторые проводят до двери, но она снова ведет в какой-то кабинет. Остальные удивленно вопрошают, зачем тебе нужен выход. И пристально смотрят, когда рассказываешь о том, что хочешь домой. Спрашивают, что такое дом и зачем он нужен. А потом морщат лоб и говорят, что ты несешь какую-то чепуху. После долгих часов бегать не по лестнице, таким каким-то чудом ты вышел на первый этаж. Вахтера на проходной нет. Вахтерка заколочена. Подходишь к входным дверям. За стеклами тот же самый туман. Проступает прямо ко входу. Двери закрыты, висит замок. Судя по пыли на нем, его не открывали месяцами, если не годами. Приоткрываешь окно на первом этаже рядом с дверями. Прыгаешь в туман. Бредешь к выходу с территории НИИ. Туман не прекращается. Выходишь на улицу и понимаешь, что уголки зданий, видимые в тумане, не такие, какие должны быть. А архитектура вообще не знакома человечеству. Но в ней угадывается что-то от эпохи эмпира. Машин нет, прохожих нет. Только какие-то нечеткие тени снуют в тумане. Идешь по тротуару. Если то странное образование под ногами, можно назвать тротуаром. Внезапно слышишь странные голоса в тумане. Идешь к ним. Чем громче их слышишь, тем сильнее в тебе страх. Видишь фигуру в тумане. Она подходит к тебе издалека. Она похожа на человека. Но чем ближе подходит, тем отчетливее. Возникает чувство, что-то не так. Наконец-то ты видишь лицо фигуры. Это пародия на человека. Обычные черты человеческого лица совершенно издевательским образом извращены. Нечеловеческие глаза смотрят на тебя. Из пародии народ раздается непонятная речь.